всем доброго дня сегодня решила рассказать про этапы некоторые писали им интересно услышать что было дальше вот я вам хочу рассказать когда я проработала и лично что случилось когда я проработала в италии ровно 6 месяцев мне сделали я я же говорила что я работала смотрела за детьми мне сделали документы я не дождавши документа потому что мне было плохо состояние здоровья я подала документы но не дождалась или вернулась и домой дома где-то она на год я не могла открыть визу это было очень сложно это был 2003 год практически было трудно выехать если то выезжали это платили огромные деньги до приходилось пяти даже до 2 2 с половиной тысячи долларов чтобы выехать в европу я тогда не могла устроиться на работу на миссия проработала на буковель администратора и мне открыли визу как можно сказать что открыли визу потому что так получилось и что нам открыли визу луцки я выехала не одна была еще одна девочка с надворным и мы поехали в луз чтобы забрать свои документы и нас должны были перевести через границу но они оказывается там в луцки приехала еще одна женщина мать 12 деревьев 12 детей мне было мария вообще была удивлена думаю куда эта женщина едет 12 детей куда они отпускают и и ну как то что она ехала она у нее одна дочка по моему монашка по моему рассказывал да но она очень много читала всю дорогу практически читала все эти книжки и она очень такая побожья женщина и что хочу сказать что мы дал где-то дня два на нас ждали пока нас нам привезут документы посадили нас машину не дали нам эти документы отдали уже эти документы перед немецкой границей какие эти документы нам дали все и сказали что вы должны сами проходить через границу мы тогда переночевали в отеле и а эта женщина мария на целую ночь молилась в церкви по моему это было на пасху если не помню куда мы проезжали в на пасху дома проезжали и границу мы по очереди перешли но когда мы перешли границу нас там встречал другой человек которые которые привез нам плюс нас германию мы пару дней перебыли в германии и потом каждого обратного определили одного человека не человеку его во францию а мы уехали в италию но я хочу сказать что эти люди которые нас увезли они непорядочные потому что через пять лет оказалось эти визы которые они нам сделали эти визы были фальшивы это мы все узнали уже потом на венгерской границе и они это человек который нас перевозил очень нехорошо с нами поступил он еще с нас нас потребовал в германии лишних еще 400 евро хотя этого в договоре не было забрала всю до копейки на территории бальзана отдал нам я попросила на телефон чтобы позвонить 10 евро грибы ты хоть человеком не говорю я то такое она женщина старшая как она будет как ты его бросишь что такого в чужой стране без денег и без ничего он тогда нам отдал 10 до 10 евро я позвонила знакомому мы привезли эту женщину я с той женщины забрала себя до рима и так как я сама еще не имела работы через пару дней я должна была идти на работу мне помогла моя подруга эту женщину мы позвонили отцу порфирио на пирамиде был такой священник по моему часы есть и он тогда помог забрал эту женщину и хочу сказать что я потом попала в итальянскую семью проработала там ровно шесть месяцев я забрала документы свои мне дали документы на полгода но это первая это единственная семья которая со мной не хорошо поступила потому что они пообещали мне сделать со мной контракт прописали нет одну только сделали что они прописали это конечно не было глупость потом но не сделали не со мной контракт и через 6 месяцев когда я решила от них уйти потому что бабушка была проблема с головой она один раз делал такой поджог а второй раз она вообще открыла газ то мы на вилле и чуть не взорвались целой виллой и я тогда решила от него уйти тогда еще должен был приехать и андрей в италии вернуться и тогда только узнала что эти люди никакие документы мне не сделали ничего не не подали остался месяц до с каденция документов да я тогда была я тогда действительно разозлилась я очень редко так злюсь и получилась такая ситуация что даже мои подруги я решила подать на них подруги меня отговаривали горели с кем ты связываешься другая страна люди мы это все что могут с тобой могут сделать игры почему я так тяжело ехала год ждала переезжал эту границу говорю еще потом со временем оказалось что это была фальшивая виза который нам сделали я должна им дарить это все и они не должны заплатить за мою работу да я наняла итальянца и браками адвоката и он у них забрал деньги он вызвал их поговорил пару слов и объяснил что им грозит и не мне дали то что они не должны и после этого я ушла жить на квартиру и потихоньку искать работу тогда была одна девочка с надворная массажистка она мне помогла найти одну семью смотреть ребенка большое спасибо я эта семья мне сделала документы вот они меня только раз увидели они мне сделали документы большой контракт и я с ними общаюсь до сего до сеть сейчас мы перезвонимся периодически потому что я смотрела вот мальчику взрослый он поступил сейчас уже 18 лет вот и он по моему да он колледж там куда-то поступил хочу сказать что очень хорошая семья порядочный он карабинер она ветеринарный врач очень много будет истории с ними у нас была такая история что я смотрел этого ребенка и красота коля приехала я уже много лет она на себе проработала приехал коля я заболела я говорю сынуля или пойдем поможешь мне говорю посмотрели себе будет какая-то говорит праздник где рождение будет очень много детей меня за ним смотрите же он такой шустрый говорю так и так и коля когда приехала посмотрел говорит мама сколько у тебя нервов говорит да я бы же это как это можно говорит этот ребенок говорит они плюют кидают это такой шум родители за ними даже не смотрят они бегают туда-сюда говорит не воспитаны это же не наши дети европейские дети режут духовке жарен он еще маленький говорит я не знаю сколько у тебя хватает терпения горит чтобы спать это мою коля мне не раз так по богу искали нет горит ягод больше не помогу не пойду горит тебе помогать леонардом но очень такие они очень порядочные очень много помогают животными они сами он хоть и карабинер он был ветеринар она тоже врач ветеринар она просто ветеринар насколько она мне помогла помню у нас был такой случай андрей на работе работал и нашел птичку я не помню что за порода такая но она такая красненькая маленькая и мы не знали куда ее пристроить я прихожу и франческо горюто нашли птичку она говорит давай приносим мы найдем не обязательно пару их не слайду птичку она оказывается на мальчик потом они нашли нашли этому мальчику девочку очень интересная порода и это девочка с мальчиком остались у него в этой ветеринарной литератарной больнице и она очень долго не прожили вот где-то может год так это уже птички не стало но настолько вот они помогают видят животных и беспризорных эти ночи такие хорошие очень хорошая семья действительно ветеринары и величка ты что спишь зайчик что случилось тебе жарко да франческа мне и свели помогала как вели она учрела боже света какая трасса у тебя собаку взяла джек раз он да ты что горит мата это жарит теперь у квартиры перевернет я говорю ну подарили я варю такой подарочек они помогали ему и прививки делали постоянно его осмотрели корма всегда у них всегда был самый высший новый корм какой ему рекламировали какой был здоровый для собак и я хочу сказать и у нас же была собака то что чем на дворной жила доля наша кинез на 20 лет прожила и я кстати и доля практически лет на на 7 8 она вот была на этом самом лучшем корме я высылала и за границы и собаки шерсть была такая хорошая некоторые пишут что собаки едят коншу то вредно смотря какой корм собаки и коты едят это тоже много значит и еще все вспоминает его мальчиком сейчас взрослый помню пришла к ним в гости он говорит светлана ты знаешь жарит мы сегодня готовили твое блюдо я говорю лео какое блюдо выгонят потата ли светлана картошка цветла смеялась тебе что нравится как я картошку готовлю уже взрослая ручья что когда прихожу к ним домой сейчас прихожу живут как это прихожу к ним домой он к цвета кофе чай капучино всегда такой обходитель уже уже выше меня роста мальчишка я его на руках носила выбавила как говорится школу водила но очень много было интересных историй помню тоже мы ехали они жили в нету на тому возле моря там вела там всяких такие всякие интересные рыбы всякой вообще очень интересно мне вообще италия вот италии у меня осталось очень много впечатления отношения к животных вот мы с андреем и когда еще корму не привезли вывезли воскресенье передачи домой каждое воскресенье передавали деньги там передавали какие-то вещи и продукты и вот идем мы сыра с андреем и собачка к нам и по дороге на трассе привязалась я думаю боже странно никогда собак не видим еще же это собакой тут останавливается машина на скорости горит женщина чья это собака или мы не знаем время самый первый раз сразу вызвали службу собаку сразу же забрали вы даже с вели когда ходили когда мы ехали возвращались уже в непр я была настолько удивлена мы пришли в центр где там делали собакам паспорта и даже андрей был со мной что собаку сделали операцию собаку везут и возле нее пять человек они ей что-то говорят как человеку относятся вот собак людям относятся как человеку что настолько уважение к животным не бросают выгуливают ищут ему семью там показывают по телевизору то же самое как по фейсбуку отправляют что может кому-то надо не оставляйте и я вам хочу отношения животные конечно за границы нам конечно недалеко все-таки животные чтобы вы не говорили уже тоже есть сердечко душа они такие красивые он от наша дворечка наш величка который спидан скажи они нас любят они нам благодарны и барсик вы смотрите какой он был когда-то агрессивный кота сейчас вот я сегодня рюси с утра делаем уколы даю ему таблетки на меня такими глазами смотрит он даже уже не сопротивляется он понимает открывает рот держит и откроет эти зубы понимают что ему надо пить таблетку еще его любят и чтоб нему хорошо относятся это главное и если муж кому-то какие-то вопросы есть по заговору по италии могу рассказать у меня очень много не соль и очень все-таки большая жизнь много лет прожила да и я хочу сказать что если кому-то что-то интересно пишите в комментариях я вам обязательно расскажу и может быть это там что-то не так сказала некоторые в одном видео мне говорили заказе за кассенция да есть такой город на каламбре вы посмотрите есть я точно не могу сказать грамотно кассенция по моему называется ночью такой большой городок и если кому-то интересно говорите пишите я обязательно вам все расскажу еще раз вам всего хорошего увидимся следующих блогом до свидания